Дай почитать. В книжный магазин «Старая черти», специализирующийся на остросюжетной литературе, приходит агент ФБР Гвен Малви. Как выясняется, его владелец Малком Кершо несколько лет назад разместил пост неразгаданных преступлений, озаглавленный в восемь идеальных убийств. Оговорюсь, что читать этот детектив Питера Свонсона желательно после прочтения книг из этого списка. Алан Милн «Тайна Красного дома», Агата Кристи «Убийство по алфавиту» и так далее по списку. И все было бы похоже на старомодный детектив, если бы действительно не появился преступник, убивающий в строгом соответствии с перечисленными книгами. Начинается неспешное расследование в перемешку с рассуждениями не только о восьми книгах, но и о многих других книгах. Это такой гимн детективу классическому и не стареющему. К сожалению, замысел автора я разгадала сразу. Сразу поняла, что это за персонаж такой Малком Кершо, поняла принцип построения, но признаюсь, что не весь список идеальных убийств я прочла. Именно это и было самым досадным неудобством при прочтении этого триллера, драмы и детектива в одном лице. По сути, весь детектив Свонсона составлен из чужих, других детективов. Начавшись увлекательно, книга постепенно заставляет читателя напрячься. Вместо описания подробностей преступлений идет обсуждение сюжетов книг. И так мы движемся от части Кристи к части Тарт и тому подобное. А еще на страницах этого детектива бесконечно пьют пиво. И называть такое количество марок и названий этого напитка, что, пожалуй, это поспорит с названиями книжных детективов. Понятно, книготорговец тоже преступник, убивший не только свою жену Клэр, но и еще нескольких несчастных. Однако в самом тексте Свонсон пишет, идеальных преступлений не бывает. Так ли? Все преступления, описанные в детективных романах, раскрыты, а идеальные – это те, что не раскрыты. Однако интрига закручивается, действие бодро движется, напряжение не спадает, концовка, в принципе, для многих неожиданная, но оправданная. Стиль добротный, а главное – все персонажи просто помешаны на детективной литературе. И этот детектив еще пронизан любовью к талисману магазина «Рыжему коту Нир». Может, все-таки для разнообразия иногда стоит читать книги других жанров «16 плюс». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!